В очередной раз обратились предприниматели с просьбой проверить и пожаловались на то, что Россельхознадзор очередной раз пришел с проверками. Каждые три месяца. Каждые три месяца Россельхознадзор заходит и выписывает штраф, не глядя. Просит паспорт, фотографирует телефоном своим, а потом присылает якобы по почте квитанцию и акт. То есть сразу не выписывается ни акт, ничего. Ни протокол не составляется. Просто приходит инспектор и говорит, так, все, мы вам выписываем штраф, потому что у вас, грубо говоря, на семенной луг нет какого-то там акта испытания. Он уже знает об этом. Прекрасно, что нету испытания вот этого акта. И поэтому мы выехали, естественно, и увидели вопиющий факт. То есть зашел инспектор Россельхознадзора без согласования с прокуратурой, без какого-то, то есть в приказе нет ни адреса, ничего. Вот просто заходит на базу Гагарина 26, да, и как гребенка берет и проходит по всем точкам, по всем точкам, где стоят продавцы и продают фрукты или семена. Как будто бы Россельхознадзор не знает, что эти все точки, предприниматели и все продавцы, они закупают товар только у оптовиков. То есть получается так, что Россельхознадзор умышленно идет туда, где собирает деньги, где можно собрать деньги. Почему? Потому что с оптовика можно взять 300 рублей, а можно полторы тысячи взять, да? Ну как они это делают? Это у вас планово проверить? Нет. Я понял так, что это у вас рейд, который не согласован с прокуратурой, не согласован. Почему? Потому что нет адреса конкретного. То есть туда, куда вы захотите, куда вы посчитаете нужно, куда вы задерживаете. Это не есть. Хорошо. Они заходят на базу 10 человек, минимум 20, я не знаю, сколько точек, да? Прошли, собрали по 300 рублей, не глядя, просто так. И все платят, понимаете? Потому что им не хочется воевать, ругаться никому. Тем не менее, а если это предприниматель, то полторы тысячи, естественно. Вот и все. Поэтому у нас в очередной раз складывается мнение, что вот Россельхознадзор нашел отдушину, нашел возможность, как можно собирать деньги не только с одной базы, а со всех абсолютно точек. А их у нас тысячи, да, не только в Абакане. Все, взяли, распределили инспекторов и пошли косить денежки. Это как вообще? То есть вот я считаю, что здесь в очередной раз нарушается вот право предпринимателей, потом обращение президента Российской Федерации. И вообще мы предлагаем обратить внимание прокуратуру, прокуратуру вот именно на этот беспредел со стороны сегодня Россельхознадзора. Почему? Потому что количество проверок плановых сократилось, а внеплановых разного рода рейдов, как угодно назовите их, да, которые даже согласовывать, оказывается, не надо с прокуратурой. Пожалуйста, иди собирай деньги. Вот это и все.